Здравствуй, футбольная страна! Мелпэт Первая Лига приглашает в славный город-герой Волгоград, где на замечательном стадионе Волгоград-арена местный ротор сегодня в рамках 14-го тура принимает Хабаровский скал. Интереснейшее противостояние, противостояние двух антиподов. Сейчас традиционный обратный отсчет на Волгоград-арене, после которого мы начнем. Поехали, друзья! Ротор против Хабаровского скачет 14-й тур Мелпэт Первой Лиги. Мы находимся в Волгограде. Хозяева поля в синем, в красном гости. Здесь все тоже более чем предсказуемо. И давайте сразу к составам. Начнем с ротора. Покидышев подключается, подает. Чегров будет выходить. Нет, не стал. Страхуют партнеры. Паярков первый на подборе пробивает. Попает Чегров на чеку. Интересно, Денис Константинович говорит, так кто же так бьет? Семенов здесь ему помогает. Разворачивается Андрей. Обратная передача. Здесь есть простор у Тюрина. Будет он смещаться, наверное, дальше. Нет, не стал. К центру идти. Передача здесь можно пробивать. Мальцеву, Мальцев забивает 1-0. Во втором матче подряд забивает Михаил Мальцев. Если в прошлый раз это было со штрафного, то теперь уже с игры. И Волгоград арена в неописуемом восторге. Одиннадцатый гол Ротора в текущем сезоне. Второй для Михаила Мальцева. Разумеется, здесь и Емельянов, и Быков на него подача. Кстати, это Гаджи Мурадов. Гаджи Мурадов будет бить наверняка. Попадает в штангу Ромазан. И кто? Кто? Быков. Быков отправляет мяч в сетку. Один-один равный счет. Если там не было положения вне игры, а его не было. Вот такой быстрый ответ от СКА. Артем Быков восстанавливает равновесие в этой встрече. Говоря о том, что СКА довольно много пропускает, хотел также подчеркнуть пару других фактов. А вот это неплохо в исполнении Ротора дальний удар. Кажется, это снова был плотников. Прошу прощения, Морозов. Девятый номер пробивал. Тюрин снова. И это очень неплохо на Мальцева. Мальцев в касании навешивает. И будет ли удар? Да, будет, но не очень. Сильный Ислам Имамов мяч забирает. Ну вот здесь потери. И волгоградцы попытаются в контр-атаку убежать. Но попытались бы, если бы Морозов не оказался в офсайке. А вот это уже лишнее, за это желтую можно получить. Хотя вполне допускаю. С учетом антуража на волгоград-арене Морозов просто мог не слышать судейского свистка. Да-да-да, Влад это сейчас и показывает. Высоко поднимает Илья руку, но пока не видят его партнеры. Морозов. А Морозов бьет. Сам бьет, кстати, достаточно опасно. Кому-то, наверное, даже показалось, что мяч оказался в сетке, но нет. У меня другой вопрос. Там выше или Имамов зацепел? Нет, все-таки выше. И вот сразу эмоции болельщиков ротора. В тайме втором процент у армейцев еще сильнее возрос. Но другое дело, что большая часть атак без скорости проводится. Ими Шарль. Шарль уже штрафной. Наверняка будет сам бить, что он и делает. Выше Ильич Игрок. Вот он Яо-Жан Шарль. Давайте посмотрим повтор. Мог сыграть на Гаджимурадова. А Быков там сыграл или Журавлев, я, честно говоря, не совсем понял. Но это уже и не важно. Мяч покидает пределы поля. Звучит финальный свисток, который фиксирует ничейный исход этого матча 1-1.